Сегодня в России более 1 миллиона людей с глубоким нарушением зрения. Поход в обычный кинотеатр для них еще не доступен. Однако приобщиться к искусству и погрузиться в мир кино незрячие жители Чувашии все-таки могут на специальных кинопоказах. Подробнее в нашем следующем сюжете. Из вселенной выплывает название киностудии «Юниверсал» и замирает на фоне земного шара. Затемнение. Фильмы для незрячих появились в России в 70-е годы прошлого века. Что происходит на экране, помогают узнать в тифлокомментарии. Закадровое голосовое описание сцен фильма. Чарли входит. В углу плохо освещенной комнаты сидит мужчина лет 50. Курит. Подойди поближе. Хочу тебя рассмотреть. На столе бутылки риски, на подлокотнике кресло стакан. Чарли делает несколько шагов, застывает в нерешительности. Показ серии фильмов для инвалидов по зрению в ДК «Южный» города Чебоксары организовала местная организация Всероссийского общества слепых. Главная цель – помочь незрячим ощутить себя полноценными членами общества. Самый первый фильм с тифлокомментариями. Мы посмотрели в прошлом году, 13 ноября. Это вот Международный день солидарности слепых. Назывался он «Легенда номер 17». Впечатление было, конечно, очень большое. Тем более, многие со времени Советского Союза, когда мы раньше ходили, посмотрели фильм в кинотеатры, уже многие из нас не посещали кинотеатры. Я сама тоже первый раз после 20-летнего перерыва пришла в этот фильм, посмотрела. Многие посетители на подобные мероприятия впервые. А для кого-то подобные кинопоказы – уже сложившаяся традиция. Очень хорошо рассказывает весь сюжет, дает комментарии полные. И совсем не следя за действием, можно понять. Каждый четверг этого лета Дом культуры открывает свои двери для всех желающих. На следующей неделе ожидается просмотр сразу двух фильмов. «Мы из будущего» и «Адмирал». Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, «Республика». Калин берет на руки огромного кота.